Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро из колледжа Луиц, кстати. Я хотел бы поделиться с вами одной мыслью, которая меня частенько мучает или, скажем так, дает мне возможность более продуктивно идти вперед, но которая и от вас потребовала бы что-то сделать для того, чтобы ваша жизнь в Австралии была лучше. С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Друзья, вот я нахожусь сейчас в колледже, вы собираетесь здесь, предположим, учиться, даже если вы собираетесь двигаться по пути профессиональной иммиграции в дальнейшем, когда вы хотите получать здесь квалификацию, когда вы хотите делать исследовательство, докторами наук становиться, но часто вы начинаете с языковых курсов и вы ожидаете, что здесь будет замечательный преподаватель РИК, другие преподаватели, но вы выйдете на уровень РИКа, и здесь вам будут давать максимум возможностей, вас подготовят к написанию эссе, и, в общем-то, вы можете выйти на уровень девяток, вы будете учить английский по той специальности, которая вам нужна, то есть вы сразу будете перерабатывать огромные массивы информации вместе с теми людьми, которые вас здесь окружают преподавателями, менеджерами и вашим покорным плугой, агентов Александра Петровна, которые тоже вклад свой достаточно большой, а не обычную какую-то лепту вносят. А вы-то что сделали? Вы чем заслужили, чтобы быть здесь? Я понимаю, что вы платите деньги, но таких людей очень много. Много людей, которые хотят учиться получше и подешевле. Их огромная очередь, можно сказать, что кроме отдельных глупцов, все остальные люди стоят в этой очереди, и тут уж кому повезет выбрать лойтс, или выбрать что-то другое, что будет заведомо, поверьте мне, хуже, и по цене, и по качеству, и по цене за качество уж точно будет хуже. Но что вы сделали для того, чтобы вы здесь вас любили, и, например, так, лелеяли, холили, и души вас не чаяли? Вы скажете, а что я должен делать? Я заплатил, я подался, я учусь, что вам еще надо? Ну, опять-таки, это делают все. Есть то, что учебное доведение, агент для вас делает, и сделают намного больше, чем обычное учебное доведение, уж тем более, чем делает обычный оборудовательный агент, согласно кодексу Education Services vs. Students Act, да? Нет, мы сделаем для вас больше, сделаем многое, но сделать через силу, через меру, это получат не все, но получат. Например, вы помогли раскрутке этого колледжа, или канала Александра Петро, вот того самого видео, на котором вы сейчас находитесь, или другие видео. Ах, может быть, это не по теме. Так, ребята, здесь, на этом канале, очень много разных тем, очень много разных тем раскрыто. Вы их ищите, вы их видите, вы ими удовлетворены. Вы знаете, есть другие люди, есть какие-то целевые форумы, об иммиграции еще. Вы даете ссылку, даете информацию, нет, вы этого не сделали. Ну, кто-то делает, ну, очень мало таких людей. Почему вы этого не делаете? Ну, первая мысль, вы просто не думаете об этом. Хорошо, подумайте, задумайтесь. Вы же хотите к себе особое расположение, особое отношение. Так, вперед, у вас есть теперь такой шанс. Второе, ну, что я буду поднимать его бизнес? А что буду я поднимать ваш бизнес? Я выполнил свои условия и до свидания. Ах, вы хотите особое отношение? Так сделайте же особое отношение и со своей стороны. Ведь вы же сидите на трубке порой по полчаса и по часу, и далеко не всегда потому, что я разглагольствую, а потому что вы спрашиваете и спрашиваете и спрашиваете. А спробуйте у других агентов и миграционных агентов поспрашивать. Никто вам этого не даст больше 15 минут, да и 15 минут. Вряд ли, как бы, большинство сделает. То есть, по идее, вы просто, ну, как бы, вас имеют. А вы платите деньги, вы платите деньги, еще платите, еще и еще. Сколько там час стоит? 250-300 австралийских долларов? А теперь еще поднимут. Кто-то там сказал, что я просто так ни минуты своего времени без денег не потрачу. Есть же у нас такие агенты и агенши. Есть у нас люди такие, которые говорят, я никогда не дом дискаунт, потому что, потому что, потому что я заслуживаю того, чтобы. Вот с такими людьми иначе вы будете общаться. Или вы поможете, поможете в раскрутке, поможете технически, поможете чем угодно. Ребята, вообще, это же не столько даже отношения, ты мне, я тебе. Хотя, наверное, да. Но это же и обычные человеческие отношения. Научитесь делать для кого-то полезное и приятное, точно зная, что это вам пригодится. Хотя бы так, хотя бы то, что вам не будет стоить больших денег и большого времени. Денег вообще не будет стоить, но времени. Ребята, вы поймите, если вы поставите какие-то видео, где-то люди придут. Можно быть очень креативным на каких-то специфических ресурсах. Можно, допустим, вы рыбак, допустим, можете попросить меня снять о рыбалке того же самого карпа в Австралии. Тогда я вам сделаю это видео. Не просто моя болтовня на рыбалке, а реально активная рыбалка. Я это сделаю. Просто ставить, да это неинтересно, потому что, ну, как бы, ну, пользы-то от этого нет. Но для того, чтобы привлечь аудиторию, которая заинтересовалась Австралией эмиграцией среди рыболов, то, пожалуйста, вот вам еще одна возможность для помощи нам. Похвала в адрес того же самого Лоидс Колледжа на Фейсбуке. Ребята, сколько человек сделало курсы пятинедельные, сколько человек бесплатно воспользовались этими видео, записанными, у вас очень много, но вы же не помогаете. Вы же, окей, сколько у нас сделало хороший отзыв в последнее время? 20 человек. Сколько человек могло сделать это? 120. Где еще 100 человек? Вы реально считаете, что нашему колледжу это не надо? Конечно, нам это надо. Конечно, надо это Александру Петрову. Конечно, это надо всем людям, которые помогают вам. И Кейнсон институту тоже это надо. Где эти отзывы? Где эта информация? Ее нет. Точнее, есть, но от малой толики количество студентов, которые были, есть и будут, будущие студенты тоже, пожалуйста, добро пожаловать. Этого нет. А есть очень многие другие способы просто искренне помочь человеку. И у меня есть люди такие, у меня есть, допустим, Саша Романов, который мне просто взял и купил вот это вот оборудование, микрофончик, который вы видите, и вообще всю эту систему, два беспроводных микрофона, очень хорошего качества, между прочим. Есть люди, которые мне жизнь спасали, причем, ну и здоровье уж точно, дважды, такие как Женя и Юра, которые меня добрали, когда было наводнение, потоп, на дорогах был вот такой слой воды, я стоял один брошенный в четырех километрах от дома, и Женя приехала и забрала меня. Был Юра, который, ее супруг, который привез мне сушильную машинку, когда у меня был ковид, и не боялся он там заразиться, еще чего-то. Поэтому я безумно благодарен этому человеку, я такие вещи не забываю. Если бы мы все друг другу помогали, помогали бы с чистой душой, вы просто даже не представляете, в каком бы мы мире жили, но вы этого не делаете. Ну так не поздно же начать так делать. Поэтому, дорогие друзья, помогите нам, помогите друг другу, и эта помощь вернется к вам. Подумайте об этом. Большое спасибо, и я верю в вас, дорогие друзья, кстати, подписывайтесь на канал, лайкайте его, потому что это тоже позволяет мне донести свое слово до вас. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok